Отличия между новой станцией и старой сразу бросаются в глаза. Например, станция старая – это всего одно помещение, которое в настоящий момент законсервировано. Сотрудники рассказывают, что когда станция работала, внутри невозможно было находиться без специальных наушников. Теперь же это целый комплекс зданий и сооружений, построенных с учетом современных технологий удобства обслуживания и ремонта, а также безопасности эксплуатации. Главное здание – компрессорное с компрессорным оборудованием. Это сердце всей установки. В его основе четыре современных центробежных компрессора. Их особенность – конструкция, исключающая попадание масла в сжатый воздух. Здесь установок отсушки воздуха, которые непосредственно удаляют влагу из сжатого воздуха. И тем самым у нас вырабатывается воздух-кип с необходимой точкой росы. Точка росы – термин, обозначающий порог температуры, при котором из воздуха начинает выделяться влага. Сейчас точка росы – минус 73 градуса по Цельсию, что соответствует всем необходимым нормативам. Конечные продукты здесь – два вида воздуха – технический и сжатый воздух для питания контрольно-измерительных приборов и автоматики. В отличие от своего прародителя, новая компрессорная станция – это градирня, насосно-охлаждающие воды, ресиверное хозяйство, полевая операторная и другие вспомогательные помещения. Из нее, словно важные аорты, из сердца следуют трубы, которые и снабжают весь завод необходимым воздухом. Каждая технологическая установка нашего предприятия оборудована приборами КИП. А приборы КИП не могут существовать и работать без воздуха КИП. Соответственно, наша установка нужна в каждой технологической установке нашего предприятия. Без нашего воздуха ни одна установка нашего завода не сможет нормально функционировать. Для РНПК станция – это очередной объект, введенный в рамках реализации программы модернизации. Крупнейшее в Центральном федеральном округе нефтеперерабатывающее предприятие должно шагать в ногу со временем. РНПК поэтапно внедряет систему цифрового завода. Вот и главная особенность новой установки, как отмечают специалисты, то, что она полностью автоматизирована. В схеме электроснабжения станции применен быстродействующий ввод резерва, позволяющий в случае провала напряжения поставить плечо и не допустить остановки оборудования. Продумано здесь все и для работы обслуживающего персонала. Система кондиционирования и вентиляции позволяет работать операторам с комфортом и безопасно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».